Ребята, всем здорово! С вами Владос, вы на канале Lumumba Lumumba и мы сегодня снимаем летсплей на игру DOS Survival. Помните, да, я в прошлом видосе, кстати, вот здесь он подсказывает, как появится сверху, говорил, что я буду снимать летсплей и вот сегодня как раз первая серия на эту игру. Ребята, устраиваемся поудобнее, где завариваем себе чаёчек, берём вкусняхи и погнали смотреть видос. Ну что, ребят, начнём проходить задание. Итак, как видите, я тут уже немножко увлёкся и получил 16 левел. Ну, нельзя просто так на самом деле зайти в эту игру, взять какое-то задание одно пройти и оставить это покоя. И как-то я одно за другим, одно за другим и, короче, добился, короче, уже 16 уровня. Хотя прошёл там от силы пару заданий. Перед этим у меня было задание построить умывальник я уже построил его себе. Вот здесь он у меня находится, где можно спокойно там помыться-вумыться. Это будет для вашего персонажа. Чем хорошо? То, что от него не будет, во-первых, вонять и привлекать бандитов. Да, это так и есть. В этой игре есть, если вы будете пахнуть, будете на себя привлекать бандитов, они будут приходить в вообще убежище, воровать ваше там продовольствие, грубо говоря, и разрушать ваше сооружение. Поэтому, помимо того, что смывается риск заражения какой-то болезнью, смывается все радиация. Ну, то есть, именно штука на самом деле полезна. Итак, сейчас, кстати, я вам рекомендую очень также следить за вашим персонажем. Вот здесь вот, если, например, возле карты нажать на человечка, заходится под меню такое, и вверху слева у вас будет тот индикатор еды и внизу индикатор воды. Индикатор пищи в данный момент 21, и он уже просит поесть. То есть, его обязательно нужно подкармливать. Если вы будете на этом закрывать глаза и делать не будете, то ваш персонаж также может заболеть, и у него будет просто расходоваться быстрее жизнью, грубо говоря. А в играх жанра сервивал, ну, то есть, выживание. Особенность такова, если вы, например, в абунировании умерли на какой-то локации, то все. То, что вы насобирали, пропадает. То, что у вас оружие было, тоже пропадает. И там шмотки, которые вы долго купили. Короче, все остается там. Как знаете, есть поговорка, как про Вегас. Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Поэтому здесь оно примерно так же. Так вот, мы немного подкрепились каким-то непонятным блюдом. Вот уже у нас 95 еды. Я думаю, этого будет достаточно. И нужно выпить водички. Все, водичку мы наполнили на 100%. И теперь мы, наверное, займемся все такими заданиями. Так, у нас задание первое. По сюжету мы сразу проходимся. Я вам говорю сразу. Я в основном буду придерживаться с сюжета. Еще, кстати, есть интересная фишка. Есть вот, когда вы откроете именно вот сбоку, справа вкладочку, у вас выскочит задание. Это основные, которые проходят по сюжету. Еще есть ежедневное задание, когда вы нажмете чуть рядышком. И у вас здесь будет, за что вам даются медальки, потом получаете плюшки, открываете контейнеры. Так, первое задание это сделать очаг бродяжника. Второе ежедневное задание сделать верстак плотника. И третье ежедневное задание добраться до тихой рощи. Но я так понимаю, что вы сюжетное задание не пройдете особо, если вы не будете выполнять вспомогательное задание. Сейчас, в данный момент, мы, наверное, попробуем все-таки попробовать сюжетное задание пройти. И у нас сейчас цель добраться до хозмага. Что вам нужно делать? Бродяжник Клим предложил вам работу в аномальной зоне. Он ждет вас у хозмага. Ну, погнали. Сейчас посмотрим, что нам может предложить Клим в хозмаге. Так, стоянка механика. Механик заноза остановился здесь и готова поторговать. У нее можно купить ящик с модификациями для транспорта, например, велосипед. То есть, я так понимаю, у нас появляется время от времени какие-то стоянки типа торговцев. И у них можно купить плюшки, запчастевки к вашему транспорту, который у вас будет в будущем. Но в данный момент нас не интересует непосредственно. транспорт. Наша задача сейчас это попасть на хозмага. Так, вот сюда я планирую бежать. Ага. Это опасное место. Советую обзавестись экипировкой получше. Экипироваться. Покупай за денежку. Так, но так как мы лихие парни, если у нас экипировки чуть-чуть меньше, ничего страшного, я думаю, потянем. Но если не потянем, то что-то будем думать. Так. Итак, добрались к Климу. К Климу, точнее. И у нас сейчас задача поговорить с Климом у хозмага. Так. Попутно мы будем осматривать, что здесь есть. Так. Как же нам найти этого? Так. Так. Нужно найти Клима. Где нам можно его найти? Так. Что у нас вот здесь? Что-то такое? Тоже нормальная зоня, вроде как. Так. Где нам найти Клима? Так. Ладно. Побегим обратно. Может он где-то здесь? Так. Так, так, так. Так, на карте вот показывается еще... Ага, вот он, да? О, вот он Клим. Так. Наконец-то ты здесь. Знакомься, бродяжник, округ, моя артель. Мы из больного братства вместе по аномальным зонам работы. Так. Сейчас мы прочитаем, что от нас хочет Клим. Хотя, читает. Напишет, что он хочет. Так. Так, так, так. Цель. Осмотреть стол шифровальщика в убежище. Клим передал вам через своего радиста наводку на место, богатая артефактами. Но она зашифрована кодом братства бродяжников. По словам радиста Линька, в подвале убежища есть стол шифровальщика, на котором можно изучить наводку. Так. Нам дали какую-то зашифрованную штуку. Я так понимаю, что нам нужно вернуться в убежище и расшифровать эту штуку, чтобы потом искать дополнительный артефакт. Так. И теперь у нас еще есть одно заданице. Здесь, я так понимаю, это можно делать. Расспросить лису про луку. Какие-то сборники афорий. Ну, прям. Так. Смотрим на карте. Куда нам нужно бить? Ага, вот здесь, скорее всего. Так. Я понял так, что... Так. Ты, Тай, Ге, нравится. Так, 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 так. Так. Теперь мы подходим к другому восклицательному знаку. В общем, я так понял, что... Смотрите. Когда нам нужно с кем-то либо поговорить, либо подойти к чему-то, что-то сделать, у вас на карте появляется восклицательный, точнее, знак вопроса. Вот к нему и нужно бежать, и тогда вы поговорите с тем, с кем нужно. Так. Что это у нас торговец, которым... Это парниша, у которого, я так понимаю, можно купить какие-то... при бомбасики, при бомбасики, при блудике и всего остального. Ладно. Так. Значит, никто не знает, где лука. Что-то выкинуть. Так. Вот. Заданием я выполнил. Я так понимаю, я со всеми по три дел и получил за это какие-то плюшечки. Потом я заценю, что там есть. Так. Осмотреть таксофон у хозмага. Так. Что-то здесь у нас еще есть или нет? Так. Или может быть? Так. Пропавший проводник. Цель осмотреть таксофон. Клим не может найти проводника, артели, луку и просит вас помочь. Последний раз его видели у старого таксофона. То есть нам нужно будет залететь к старому таксофону и отыскать какого-то, я так понимаю, проводника по имени луку. Ну ладно. Так. Осаженный дом. По радио поступил сигнал СОС. Выжившие в беде, возможно, стоит навязаться в это место. Запаситесь медикаментами и оружием. Так. Осаженный дом это специальное событие, я так понимаю, которое выпадает на определенный отрезок времени. В этом мы сейчас, кстати, возвращаемся в убежище и попробуем там задание попроходить. Так вот. Вот эти дополнительные события, которые скоротечны. Там вы когда залетаете, там могут вам на вас напасть разбойники, бандиты всякие. Поэтому вам необходимо много оружия и много аптечек и медикаментов, чтобы именно, ну, предотвратить какую-то там напасть на себя и, соответственно, убийство. Поэтому с этим будьте осторожны. В пустую туда не бегите. Итак, задание. Так. Смотрим, что у нас здесь. Мы идем, наверное, в подвальчик. Где у нас есть одна из интересных шифраторов где-то у нас. Определитель артефакта. Может здесь? Нет. А где можно будет осмотреть? Так, радистка на лодку. Где эта дичь у меня здесь стоит? Ага, вот здесь вот она. Правильно я понял? Так. Механик заноза. Прием убежища, шеф, клепка, кто-нибудь. Так, добавлю в рюкзак. Нам добавили какую-то штуку в рюкзак. Откроем, прочтем ее. Заноза. Так. Прайс механика заноза. Ящик заноза одна штука. Цена медная проволота три штуки. Шестерня одна штука. И звено цепи две штуки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Это просто какой-то кошмар. Мне что уже начинает не нравиться то, что я начинаю погибать немножечко. Так, одеваем на пояс. На пояс. Конечно. Так, эту сумочку мы обыскивали. Я так понимаю, мы все обыскивали, но мало что брали. Почему-то. Это ветошь. Почему мы не забрали ветошь. Так, эти шузы мы уже всмотрели. Ага, это труп был волка. Так, съедим. Не знаю, зубы оставлять или нет. Ладно, пусть они там пока полежат. Собираем ягодки. Опа-опа. Магильщик подкрадывается. Время, мне нужно создать оружие. Так, лук у меня, конечно, я думаю, не будет вечным. Скоро ему, значит, придет труба. Так, палеты мы разрубаем на дровишки себе и на материал для досок. И зайдем же в здание, посмотрим, что у нас здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok